Есть в математике важная штука, фактериал. Давайте вспоминаем, что такое n фактериал. Это произведение чисел от 1 до n. Все согласны? Отлично. Помните, что число сочетаем из n по k, это n фактериал, а деленное на k фактериал и на n минус k фактериал. Ну, ребята, опять-таки, если это имеется в виду числа, то там никаких нет. Поэтому, если мы хотим, чтобы формула осталась гернатой, а она на самом деле гернатой, то мы должны придать какой-то другой смысл понятия у фактериала. То есть, я должен как-то изменить вот смысл того, что здесь написано, чтобы здесь появилось не обычное число, а гауссовое. Итак, я хочу, чтобы выполнялось такое график. Гауссовое число сочетаний... Все понимают, что n фактериал – это 1 на 2 на 3 и так далее на n. Отлично. Так вот, я сейчас вместо их единицы напишу единицу. Вместо двойки я напишу 1 плюс 2. Вместо тройки 1 плюс 2 плюс 2 в квадрате. Вместо числа n я напишу 1 плюс 2 в квадрате плюс и так далее, плюс и так далее, плюс 2 в степени 1, и так далее. И вот это и будет аналог материал. Вот это замените для n-катериала. Ну и разумеется, абсолютно то же самое внизу. 1 умножить на 1 плюс 2 и так далее, 1 плюс 2 и так далее, плюс 2 в квадрате, плюс 2 в степени n плюс к-катериала. Вот, оказывается, формула такая. Если возьмешь вместо ку единицу, то получим то, с чего начали. Это вот именно верное равенство. И давайте попытаемся его сейчас доказать. Единственное, поскольку такие выражения у нас будут часто, сейчас нужно придумать какой-то понятный способ, потому что каждый раз написывать эту штуку долго. Я предлагаю такую штуку. Давайте просто введем его в значение. Единица в квадратных скобках – это будет единица. Дальше. Вы представляете, 0 в квадратных скобках – это будет тоже единица. 2 в квадратных скобках – это будет 1 плюс ку. Ружи догадаться. 3 в квадратных скобках – это 1 плюс ку плюс ку в квадрате. Ну и вообще, когда вы берете число к в квадратные скобки, то это будет 1 плюс ку плюс ку в квадрате и так далее, плюс ку в степени к-1. Вместо натуральных чисел мы будем рассматривать вот такие генетические прогрессии. А, если реалы останутся какими? Нет, я и говорю, что эта формула в результате может быть записана теперь понятной. Кауссовое число сочетаний – это есть в квадратных скобках – единица на квадратных скобках – двойка, в квадратных скобках – н разделить на в квадратных скобках – единица, в квадратных скобках – двойка, в квадратных скобках – к, и дальше единица опять в квадратных скобках – двойка, в квадратных скобках – и так далее, н минус – к. Это, конечно, не сильно короче, но все-таки… Итак, давайте я докажу это равенство. Ой, слушайте, а перед тем, как его доказывать, а давайте мы все-таки поймем, как вот это равенство карбинатурно доказать. Дело в том, что я, конечно, его доказал пневморически, но хорошо бы нам потренироваться. Давайте поймем карбинатурный смысл вот этого равенства, потому что все, конечно, замечательно, но, в общем, лучше бы мы с вами поработали еще немножко с этими штуками. То есть при помощи той таблички? Да. Надо увидеть геонетлический смысл. Итак, число сочетания из n-1 по k-1, правильно? Плюс q в степени k. Это число сочетания из n-1 по k. Вот такую формулу надо сейчас... Давайте поймите. Подставка это очень просто. Смотрите, число сочетания из n-1 по k, коэффициенты, которые стоят. Это ведь... Вы помните, что на самом деле это такие столбцы. То есть на самом деле это путь в табличке, где k по вертикали и n-k по горизонтали. k по вертикали, n-k по горизонтали. Это правда. Мы с вами договаривались, что букву а, n-k штук, если мы вычисляем вот это число, а букву b к k штук, то есть это был коэффициент при а в степени n-k, b в степени k. Согласен. Смотрите, путь в той табличке... В чутку. Ну, вообще. Итак, у нас есть всего n-k шагов по горизонтали, и у нас есть некоторое количество k шагов по вертикали. Путь может устроен быть... Последний шажок пути, если он по горизонтали, то это называется умножение на q в степени k. А если по вертикали, то это число сочетаний из n-1, сколько к минус 1 с индексом q. То есть там надо еще две стушки написать. Это свеч. Последний шаг. Что? Ну, букву q. Что? Буква q около чисел сочетаний. Ну, конечно, конечно. Это все уже не любят. Ребята, последний шаг либо горизонтальный, либо вертикальный. Если последний шаг у нас горизонтальный, то в площадь этих k клеток обязательно полный уходит. И мы должны дойти отсюда сюда, сделав на один меньше шагов по горизонтали и ровно столько же шагов по вертикали. А это и есть вот этот коэффициент. А если шаг такой, то мы просто должны дойти отсюда сюда, сделав k-1 шаг в вертикали и вот столько на n-к, шагов по горизонтали. Так, Коль, опять, пожалуйста, покажи крайнюю, то несколько. Ребята, здесь идея оказывается очень наставит. Вот если вы хотите попасть вот отсюда сюда, то выражение заканчивается либо на букву b, либо на букву а. Последняя буква или а, или по-другому, не бывает у нас. Соответственно, если буква b, то это последний шаг вертикальный, если буква а, то последний шаг вертикальный. В таком случае попасть отсюда сюда можно либо через эту точку, либо через эту. Здесь последний шаг вертикальный, здесь последний шаг вертикальный. Если последний шаг вертикальный, то весь столбец обязательно целиком поедет. Если последний шаг вертикальный, то надо просто прийти в эту точку Все все поняли? Все все поняли? Отлично. Значит, мы уже немножко в комбинаторике стали лучше понимать ситуацию. И сейчас прошу вас доказать следующее равенство. Один способ – алгебраический. Другой способ – геометрический. Геометрический способ, конечно, на самом деле лучше, потому что он дает понимание, да, дает объяснение, почему это так. Алгебраический способ зато вообще не требует соображения. Давайте делать так. Я сначала просто сделаю это алгебраически, а потом мы с вами увидим, какой же геометрический смысл у всего этого. Так, что я должен сделать для того, чтобы это алгебраически не делать? Ну, понятно, база индукции, там же, проверить индукцию, сами это легко. Надо взять вот такие формулы и написать каждое из этих выражений по той форме. Если у нас получится алгебраическое тождество, значит такой переход, а это переход к следующей строчке, правильно? То есть, если у нас в первых все хорошо, а вверху у нас действительно все хорошо, то по индукции все получится. А это легко. Смотрите, что у нас, собственно говоря, здесь. Один, два, н. Здесь, на самом деле, писать, конечно, долго, но ничего хитрого в этом абсолютно нет. Так, это понятно? Это понятно. Что такое это? Один, два, ну, это такое, да, у нас совершенно такие обозначения, чтобы не писать длинные геометрические прогрессии. Здесь что? Один, два, заметьте, k минус 1. И теперь здесь будет один, два и так далее. Когда из n минус 1 считаешь k минус 1, опять получается n минус k. Ну, замечательно. Все, я первое слагаемое написал. Плюс. Плюс. Пишем второе слагаемое. Дело абсолютно не хитрое. Второе слагаемое у в степени k. Между прочим, тот же самый числитель. 1, 2 и так далее, n минус 1 и n. А не, n минус 1, только n минус 1. И знаменатель. До k, а там до n минус 1 минус k. Ну вот, оно такое длинное, конечно. Но видно, что очень много, что называется, одинакового. Очень много повторяющегося. Смотрите. Вот я могу взять вот это вот выражение, вот это вот выражение. И все, кроме n. Согласитесь, я могу выпускать. Опять, от 1 до k минус 1. Здесь от 1 до n минус k минус 1. Здесь от 1 до n минус k минус 1. Примерно, смотрите. Я выделяю то, что точно для них есть. И пишу, что, собственно говоря, осталось. Осталось очень многое. Осталось число n. Такой вот, точнее, 1 плюс q и так далее. Потому что у всех n минус 1, да? В знаменателе k и n минус 1. Хорошо. Здесь единица и знаменателе n минус k. Здесь единица и знаменателе k. Умножить до куф степени k. Да, конечно. Конечно. Умножить до куф степени k. Спасибо, что вы сказали. Иначе у нас сейчас ничего не получилось. Так. Теперь, ну, я думаю, надо просто привести к общему знаменателе. И мы получим такую вещь. n. Здесь будет k. Здесь будет n минус k умножить на куф степени. Теперь осталось вспомнить, что же это такое за скобки. И вы увидите, что действительно такое точность имеет место. В скобочках единица плюс q и так далее плюс q в степени n минус k минус 1. И еще это умножить на куф степени k. Это тоже достойно или не тоже достойно? Нет. Тоже достойно. Раз и нет. Что? Тоже достойно. Тоже достойно. Ну и все. Смотрите. Вот это просто на нижню. Умножаешь на куф степени k, и все показатели степеней пересчитываются. И получается от k до n минус k. Нет. Все замечательно. А это тоже самое, потому что, собственно, просто для кратности жанра значил. Вот. А это тоже самое надо поделить на k в квадратном скобках и на n минус k в квадратном скобках. А это тоже самое. А это тоже самое. Лично. Ну, как и всякое евроическое доказательство, оно страдает тем недостатком, что оно здесь непонятно, а почему же у нас получилось, да? Вот. То есть, что получилось. Всегда возникает вопрос, а может быть что-нибудь, да? Вот. Поэтому. Давайте сделаем так. А мы не будем доказывать рекуррентное соотношение. Так. Мы сразу посмотрим сюда. Мы сразу посмотрим сюда. И, соответственно, посмотрим, даемся понять, что же это такое. Единственное, делить эта штука довольно хитрая. Поэтому давайте будем доказывать вот каким образом. Один умножить на два умножить на n. Это числитель выше. Это есть. Смотрите, что гаусс-сорочисло сочетание. Умножить на один на два и так далее. Это я сейчас хочу доказать комбинаторный образ.